Роберт Лихи. Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения. Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии рекомендует. Издательство Питер, 2021 год. В этой книге Роберт Лихи, признанный мировой лидер в нашей области, проливает свет на ревность как универсальную эмоцию в любовных отношениях. Затем он указывает выход из этого бурного урагана мыслей и чувств, предлагая четкие практические шаги. Это, безусловно, лучшая книга по самосовершенствованию для страдающих от ревности людей, которую я когда-либо читал. Рейд Уилсон, доктор философии, автор книги «Как остановить шум в голове». У вас проблемы с ревностью? Она мешает вашим отношениям? Вас снидают ревнивые мысли и чувства? Хотите уменьшить свои страдания? Если да, то вам нужна эта книга. Роберт Лихи четко показывает, почему мы ощущаем ревность, разбирает особенности этого сильного чувства и объясняет, как наши эмоции и разум попадают в его плен. Затем он переходит к конкретизации необходимых действий. Лихи показывает читателю, как отвлечься от ревнивых мыслей и избавиться от непродуктивного поведения. Он предлагает инструменты преодоления ревности и различные стратегии решения вызванных ею проблем. Книга «Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения» поможет страдающим от этого чувства людям и тем, кто находится в отношениях с ревнивыми партнерами. Книга может использоваться самостоятельно или как часть терапии. Она очень хорошо написана и довольно интересна, даже если у вас нет подобных проблем. Особенно она поможет парам, которые нуждаются в улучшении взаимоотношений. Автор поделится с читателями необходимыми приемами. В своей книге «Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения» Роберт Лихи предоставил читателю всестороннее понимание ревности. Благодаря увлекательным интерактивным заданиям он помогает каждому определить и понять свою проблему. Затем, основываясь на проверенных принципах когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, Лихи предоставляет нам возможность бороться со своей ревностью и уменьшить риск появления проблемного поведения, мучительных мыслей и чувств. Это пособие имеет большую информационную ценность и станет незаменимым помощником как для клинической практики, так и для людей, борющихся с ревностью. Сесли Сокол, доктор философии, автор книг «Мысли уверенно, будь уверен», «Мысли уверенно, будь уверен» для подростков, «Мысли уверенного человека», «Пособие по обретению уверенности для подростков». В своей последней книге Роберт Лихи, известный психолог и автор книги «Свобода от тревоги», предлагает вниманию читателей нестандартное, проницательное и вдобавок обнадеживающее видение ревности, одно из самых порицаемых и крайне разрушительных человеческих эмоций. Основанное на многолетнем опыте психотерапии и уникальной адаптации когнитивно-поведенческого подхода к эмоциям, это обоснованное, продуманное, практическое терапевтическое пособие содержит ценные стратегии, которые могут освободить тех, кто подвергся разрушительному воздействию собственной патологической ревности. Оказавшиеся в водовороте эмоций пары найдут здесь пронизанные чуткостью и состраданием мудрые советы, поэтому книга обязательна к прочтению тем, кто ищет решение проблемы своих измученных близких. С тех пор, как Фрейд начал изучать психологические аспекты открытий Дарвина, мы были вынуждены признать, что эволюция наградила нас довольно неприятными темными сторонами. Историю человечества можно рассматривать как постоянную борьбу между склонностью к жестокости и способностью к состраданию. В основе главных движущих сил эволюции лежит задача выживания и размножения генов. Сюда также входит межличностное соперничество, поиск ресурсов для существования или возможности размножения. Исходя из этих основных конфликтов, возникает целый ряд мотивационных процессов от нарциссического, психопатического, зацикленного на себе стремления быть первым до фанатизма, предубеждений, зависти и предмета этой книги – ревности. На протяжении многих лет в своей новаторской работе доктор Роберт Лихи стремился объединить глубокое понимание эволюционного и социального происхождения темных сторон личности с нашей способностью больше задумываться о них и, наконец, взять на себя ответственность. По мере роста осведомленности в том, что нами движет, мы несем большую ответственность за собственное поведение. Это, безусловно, одна из основных целей этой замечательной, важной книги. Доктор Лихи четко показывает, что общего у ревности и зависти, и чем они отличаются. Зависть возникает из ощущения того, что какой-то человек или группа людей имеет больше, чем мы, и мы желаем получить столько же. Агрессивные формы зависти могут вынудить нас к уничтожению того, что имеют другие, в то время как ее благотворные стороны способны побудить к подражанию и стремлению стать лучше. Кроме того, ревность подразумевает конкуренцию за внимание и расположение между тремя или более людьми. Обычно, но не всегда, это связано с сексуальными отношениями. Ревность и зависть совпадают в склонности вызывать враждебное поведение по отношению к их объекту, вплоть до причинения вреда и уничтожения. Отсюда выражение ни себе, ни людям. Признаки ревности можно проследить у многих видов животных, особенно в поведении, называемом охраной партнера, когда особи, в основном мужского пола, стараются одновременно воспрепятствовать доступу к тем, кого охраняют, и вызвать страх у охраняемых. В этой связи можно заметить, что внушение страха – весьма распространенная тактика ревности. Во всяком случае, в Ветхом Завете Бог считался ревнивым и способным принести неописуемые страдания тем, кто осмелится его предать или ослушаться. Угроза ревнивца подкрепляет фраза «Уйдешь, пеняй на себя». Нетрудно заметить, что ревность может стать одной из самых разрушительных сил в человеческих отношениях. Заменив любовь, она внушает гнев. Она может управлять всеми видами социальных конфликтов – от пассивной агрессии любого рода до домашнего насилия и убийства. Ревность часто скрывается за преследованием, которое может спровоцировать месть, если желаемый объект предпочтет другого партнера. Наконец, ревность часто отталкивает страстно желанного для вас человека. И, как и многие другие эмоции из семейства гнева, также имеет привычку оправдывать себя. В книге «Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения» доктор Лихи привносит значительный опыт работы клиническим психологам в эту личную и социальную трагедию, которую часто оставляют без внимания. Он дает глубокое понимание источника возникновения этого чувства, а также того, как с ним быть. Если вы страдаете от проблем с ревностью, данная книга поможет вам осознать, что вы отнюдь не одиноки и испытываете ревность именно потому, что ваш мозг сделал это возможным. Доктор Лихи с большой чуткостью адресует книгу не только страдающим от ревности людям, но и жертвам их эмоций. К большому сожалению, в то время как ревнивцы ведут себя агрессивно, их партнеры зачастую стыдятся происходящего. Они могут пытаться скрывать реальность даже от себя самих и не обращаться за помощью. Зачастую многие жертвы приступов ревности или насилия испытывают слишком сильное чувство стыда или испуг, чтобы признать поймавшие их в ловушку отношения. Эта книга поможет выяснить, являетесь ли вы жертвой ревности и нужна ли вам профессиональная помощь. Книга «Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения» чрезвычайно важна для понимания природы и моделей ревности. Особенно ценен совет о возможности освободиться от стыда за свои чувства. Быть честным с самим собой – это первый шаг на пути к принятию ответственности за свое поведение. Мы не всегда можем остановить возникающие в нашей голове мысли, но способны взять на себя ответственность за свои поступки и их последствия. По сути, мы являемся короткоживущими биологически обусловленными существами. С момента рождения до смерти наши побуждения и желания следуют диктату эволюционировавшего в течение миллионов лет разума. И даже когда гены подталкивают нас хватать и контролировать тех, кого мы любим, отпустив такие желания, мы сможем, наконец, обрести покой и душевную связь. Эта в высшей степени поучительная важная книга поможет вам понять свою ревность и найти от нее лекарства. Вы научитесь быть честным с самим собой и совершите мужественный шаг, необходимый для успокоения ревнивого ума. Книга доктора Лихи наполнена чувством, состраданием и весьма доступно написана. Фактически преодоление ревности означает освобождение себя от чрезвычайно болезненного и разрушительного человеческого опыта. У вас в руках выдающееся руководство, которое поможет вам пройти по этому пути. Пол Гилберт, доктор философии, офицер Ордена Британской империи.